Надежный лофт-центр, открывшийся год назад в Алматы на территории бывшего трамвайного депо, стал излюбленным местом для студентов. Вся территория транспортного парка площадью 2000 гектаров пока еще не освоена. Однако в пятиэтажном административном здании всегда многолюдно. Там расположены просторные каворкинг-зоны, офисы, организации и мастерские молодых талантов. В центре, где рождаются самые креативные идеи и разрабатываются масштабные стартап-проекты, побывала наша съемочная группа. У крупнейшего волонтерского корпуса в Казахстане теперь есть свой офис. Ребята собираются в любое время, инициируют проекты, идеи. У них есть элементарный доступ к интернету, электричество, бесплатно, благодаря государству. И в таких условиях невозможно ни творить, ни стараться что-то предпринять. В лофт-центре можно получить не только всевозможные консультации, вступить в ряды молодежных организаций, приобрести полезный опыт, но и получить практическую помощь. К примеру, художнику бесплатно организуют персональную выставку, а тем, кто ищет работу, ярмарку вакансий. Здесь около 30 организаций молодежных проводят все свои активности. Это и семинары, и мастер-классы, и тренинги, встречи, дебатные встречи. Плюс даже КВНщики здесь проводят свои редакторы, кастинги. В офисе одного из районных подразделений молодежного ресурсного центра к услугам посетителей кабинет психолога, интеллектуальные, музыкальные и спортивные кружки. Между тем в городе планируют освоить два гектара земли бывшего трамвайного парка. Это место должно стать самой востребованной территорией молодежного творчества и досуга.